Комиссия по мониторингу 15 июля рассмотрела пять объектов капитального строительства, которые были приостановлены в связи с действием моратория. В списке было заявлено больше, но на четыре объекта застройщики в который раз не могут предоставить необходимые документы. Информирую к сведению, прессу информирую, что все эти объекты готовы рассмотреть по заявлению, но в следующий момент не готовы. Они почувствуют, что они не готовы доложиться убедить и вас, и нас о том, что строительство можно восстановить. Из представленных объектов меньше всех нарицаний вызвала стройка кооператива «Геракл». Здесь почти полностью решен вопрос с парковкой. Благоустройство и зеленую зону застройщики собираются выполнить по согласованию с владельцем смежного участка. Продолжение работ утверждено при условии, что в двухнедельный срок все необходимые согласования поступят в комиссию. Комплекс многоэтажных домов в микрорайоне Омега-2А представил заявитель Еврофутур Крым. Состоит из 18 жилых домов и одного паркинга на 500 машин и мест, что полностью покрывает потребности данного массива в паркоместах согласно нормативам Российской Федерации. Также предусмотрено, согласно генерального плана города, размещение и ведется строительство школы-коллегиума рядом с массивом. Также по генеральному плану предусмотрено в зоне доступности проектирование строительства детского сада. Здесь на схемах указаны зоны, проектируемые сооружения находятся в пределах зон доступности. Жители Севастополя еще помнят историю строительства школы-коллегиума в период председательства Сергея Куницына. Деньги выделялись, но работали исключительно на бумаге. Объект давно заморожен. Что касается места для парковки 500 автомобилей, то микрорайон и сейчас очень плотно застроен. Комиссия разрешила продолжить работы с условием предоставления недостающих документов. Елена Анисимова, Александр Листопад, Севинформбюро.